привет друзья как видите я не особо как стремлюсь перед вами представать в каком-то таком супер элитном образе это подстраиваться по что-то я показываю жизнь обычного простого московского гения ставок без купюр это я немножко приукрасился перед вами одел хотя бы футболку свой синий пакет знаменитый а так конечно дом я нахожу без него как видите я не брился уже пару недель насчет стричься вообще молчу сейчас просто невозможно хотя в принципе для меня скоро будет возможно по своим каналам код самые успешные капель в мире запомните они выглядят именно так не на тачках с раскидыванием денег по дороге хотя я это делал сам но для ролика ариста не в дубае на фоне многоэтажных домов на фоне фонтан а вот так вот дома в синем пакете небритый попивая бутылочку водички запомните и зарубите себе на носу настоящий успешный капель выглядит именно так о чем я хотел вам сегодня сказать ребята может быть кто-то недавно подписался на мой канал я просто лишний раз напомню где вы вообще находитесь вы находитесь на канале конченого игроманчика сергея бестова он же гений ставок как эти два фактора могут сочетаться очень просто когда я в адеквате когда я думаю башкой когда я адекватно выбираю события я могу творить чудеса и делать хорошие прибавки делать хорошие ставки по уму как недавно была ставка на чуинский против хасана чуинский очень недооценивали но я по игре предыдущих матч увидел что он намного сильнее было поставлено очень очень много денег на это эта ставка была хорошей и правильной но существует мое второе alter ego это игроманчик который потеряв немного может совершенно безумные вещи делать такие как я творил вчера вечером ставить просто тысячи десятки тысяч на всякую херню хотя вчера в принципе некоторые ставки были обоснованы некоторые были наугад но тем не менее было правильно еще очень очень много вчера я в общем то по сути дела проигрывал по большей части донатные деньги но когда у меня был банкного поколения там было все иначе там как я уже писал в отчете я мог проиграть 100 тысяч одного человека потом получить транш другого человека в размере 300 тысяч но уже не донатный а в долг проиграть и их потом еще проиграть 500 тысяч и так далее все это еще с процентами нужно было возвращать вот так я пришел к тому к чему пришел и в общем то все эти почти 9 лет уже изначально большую часть из них я занимался тем что пытался сам для себя придумать правила но действовать в одиночку типа ты там проиграл пойди погуляй поспи так далее но все это писалось на бумаге и нисколько не соблюдалось я долгие годы думал что я сам один справлюсь но не получалось я потерял кучу времени только в общем то последний в последние годы начал приходить мысли что нет она мне не справиться мне нужна дополнительная техническая помощь в первую очередь в виде человек который поддержал средства у себя на счету чтобы в период агонии я не отыгрывался по-крупному и начались эпопеи с хранителями к сожалению еще много времени было потеряно на то что потеря потому что не каждый способен оказался быть хранителем честным и порядочным и хранители меня кидали потребовалось немало времени чтобы осознать что все это тоже очень сложно с очень трудно найти подходящего хранителя я потратил месяцы на накопление чтобы потом в один прекрасный день это исчезало один раз второй третий это было очень больно очень неприятно но каждый раз все равно заставляло меня задуматься что система то выбрана правильно просто из-за человеческого фактора на работает плохо и вот сейчас друзья сейчас когда наконец-то найден нужный хранитель дело пошло нормально видите как все происходит вы видите что два дня назад была ситуация когда я дважды за день сливал банк 7000 рублей это мне не мешало быть в плюсе по итогам дня примерно на 20000 рублей благодаря чему благодаря тому что оставшуюся часть средств оставшуюся часть баланса а нс это тоже баланс ведь уже не жарко мне становится немножко так чтобы заканчивать потихоньку так вот оставшуюся часть средств хранилась не у меня если бы я потерял 7000 но при этом имел бы 30 тысяч еще у себя скорее всего все 30 полетели бы разом а так вот кстати вчера когда у меня были потери у меня мысль в голове закралась был бы у меня сейчас весь нс я поставил бы три матча экспресс против побед кинга и я проиграл потому что ким вчера выиграл два матча из трех неожиданно причем первый матч там экспресс поставить нельзя было только одинары но первый это матч кинг проиграл я бы скорее всего поставил в один аж и потом поставил 2 но второй матч против него но типа кинг это кинг проиграет наверняка второй матч он бы не проиграл и вот так я лишился всего бы именно так в конце года я лишь из 25 тысяч разом когда взял они у меня на столе лежали и поставил на экспресс к fm 8 а так бы они были в целости и сохранности сейчас увидите что вчера казалось бы я проиграл достаточно много денег некоторые посчитали что чуть ли не 1040 сумме но тем не менее даже после этого что можно констатировать что что плохого произошло по сути дела ничего нс убавился только на 7000 и и что и ну и я в лесу новые долги на 8000 все ничего страшного остальное то что я проиграл это были донаты да конечно жалко что их проиграл но из-за этого в новые долги я не влез и это хорошо в отличие от прошлых лет когда она ставка влекла за собой все новые новые и новый долг вы помните займа были у нас полтора года назад ужас вообще сейчас все это в прошлом сейчас вот эта вот система позволяет в общем с оптимизмом смотреть в будущее в идеале я не должен проигрывать за сутки сейчас пока я ставлю в марафоне больше чем 7000 рублей которые ведут к уменьшению моих балансов да я могу проигрывать еще какие-то донатные деньги рекламные это как бы не возобраняется иногда с них получается подняться до есть такая вероятность поэтому как бы если тебе дают деньги в тот же день день слива просто донаты естественно грех отказываться можно попробовать друг что получится вдруг получится все вернуть не прибегает помощи нс но если не получится ничего страшного в этом нет так что вот я что хотел в итоге сказать в итоге об этом дуализме что гений ставок может быть одновременно и игроманчиком может запросто может и люди которые совершенно себе не контролируют вставках но при этом хорошо вставка понимают как я но просто не умеет контролировать эмоции они тоже могут быть в плюсе если придумать систему защиты против себя же сейчас такая система придумана она начинает потихоньку функционировать со скрипом я постоянно сливаюсь увидите но тем не менее тем не менее баланс растет и я думаю что дней через 15 может быть концу мая максимум в нс уже будет так как я и хотел 1100 какие бы события не шли на столк любительский теннис профессиональный теннис мне все равно на чем делать деньги так что друзья на это все о чем я хотел вам сказать пока